всем привет с вами бивер настольные игры давно не виделись ну на это были свои причины пришло лето и я решил снимать свои видео на улице сразу извиняюсь за звуки птицы и разных других животных сами понимаете природа ну а сегодня я хотел бы поговорить об игре 7 чудес дуэль 7 чудес дуэль это все та же старая добрая всеми нами любимая игра 7 чудес однако с некоторыми изменениями она была более адаптирована для дуэльного варианта игры и включая себя некоторые новые механики которые позволяют играть один на один более плавно и интересно как и в своем большом брате игрокам предстоит возглавить целую цивилизацию возводя разнообразные ресурсные военные гражданские здания которые помогают игрокам привести свою цивилизацию к победе ну что ж давайте взглянем на эту игру немного подробнее начале партии игроки должны выбрать чудеса света сперва выкладывается четыре случайных чудо и игроки по очереди начиная с первого игрока выбирают себе по чуду после того как первый круг окончен снова выкладывается 4 чудо и уже второй игрок имеет право первого выбора таким образом после драфта у каждого игрока получается по 4 карты чудо на руках в игре 7 чудес дуэль может быть три варианта окончания игры военное превосходство научное превосходство и гражданская победа но о каждом подробнее мы поговорим немного попозже и так каждая эра имеет специальную раскладку карт которую необходимо выполнить перед ее началом после того как все карты лежат на своих местах первый игрок имеет право выбора карты игрок может выбрать карту которая лежит в открытую то есть лицом вверх и не перекрыта частично другой картой карты в игре 7 чудес дуэль делятся на 7 типов как символично ресурсные карты коричневые они приносят игроку обычные ресурсы глину дерево камень которые необходимы для строительства серые же карты товары дают игроку товары которые указаны верхней части карты желтые карты торговые эти карты дают игроку скидки на покупку ресурсов для строительства либо же просто монеты синие это гражданские карты они дают игроку возможность получить указанное на карте количество очков в конце партии красные карты военные они приносят игроку военную мощь и являются ключевыми для военного превосходства зеленые научные карты они позволяют игроку получать научные символы за сбор комбинаций которых игрок может получить жетоны прогресса дающие разнообразные бонусы фиолетовые карты это карты гильдии они встречаются только в колоде третьей эпохи эти карты позволяет получить монеты при их розыгрыше а также бонусные очки в конце игры пример вот эта гильдия приносит по одной монете за каждое гражданское здание в городе где их больше а также в конце игры по одному очку за каждую синюю карту в городе где их больше это к примеру дает по два очка за каждое построенное чудо света в городе где их больше после выбора карты У игрока есть три возможных действия, что с ней можно сделать. Первое это построить. У каждой карты есть цена, которая указана в левом углу. Цена может быть как в ресурсах, так и в монетах. Чтобы оплатить стоимость в ресурсах, вам необходимо, чтобы ваша цивилизация производила данные ресурсы. То есть у вас были ресурсные карты нужного типа. Если вам не хватает ресурсов для постройки, ничего страшного, вы можете их докупить. Однако, в отличии от оригинальной игры, где вы покупали ресурсы у своих соседей, в 7 чудес дуэль вы покупаете ресурсы в банке. Стоимость рассчитывается следующим образом. Вы платите в банк две монеты за недостающий ресурс, а также по одной дополнительной монеты за каждый такой ресурс у вашего противника. То есть, если, к примеру, вам не хватает одной глины для постройки этой карты, а у вашего противника есть карта с двумя ресурсами глины, то вы уплачиваете в банк две монеты плюс еще две за каждый символ глины, который производит цивилизация противника. Если бы была необходимость купить две глины, то пришлось бы уплатить четыре монеты плюс еще четыре за ресурсы противника. Также есть бесплатные карты, для строительства которых не требуется уплата ресурсов. Во второй и третьей эпохах будут карты, которые можно будет возводить бесплатно, имея уже построенные определенные здания. Вот эти значки. На разных картах они разные. К примеру, если в первом веке вы построили конюшни, вот такой вот значок, то во втором веке вы можете построить коневодов бесплатно, потому что на этой карте по ценой указан значок подковы. Второе действие с картой это построить чудо света. Чтобы построить одно из ваших чудес света, можно использовать абсолютно любую карту. Вам необходимо иметь наличие ресурсы, которые требуются на постройку чудо света. После этого, подложите карту рубашкой вверх под чудо, чтобы обозначить, что вы его построили. И после этого, вы получаете бонус за постройку чудо. К примеру, Александрийский маяк, который будет производить для вас дерево, глину или камень для ваших построек, а также в конце игры принесет четыре очка. Или же Сфинкс, который принесет вам шесть очков, а также позволит сделать еще один ход после этого. Всего в игре может быть построено семь чудес света, так что игрок, у которого остается непостроенным восьмое чудо, просто сбрасывает его. Третье возможное действие с картой это сброс за монеты. Вы просто отправляете только что выбранную карту в сброс и получаете две монеты, плюс по одной монете за каждую желтую карту в вашем городе. Каждый раз строя карту в городе, на которой изображен щит, вы немедленно передвигаете фишку на одно деление за каждый щит в сторону вашего противника. Как только фишка входит в пунктирную зону с жетоном, он сразу же разыгрывается. При входе в эту зону разыгрывается жетон, заставляющий вашего противника потерять две монеты. А если в эту зону, то пять монет, и жетон убирается с планшета. А если фишка полностью доходит до последнего деления, которое является столицей игрока, то это и есть военное превосходство и вы сразу же побеждаете. Однако, если этого не произошло, за военные действия в конце игры, в зависимости от положения маркера, вы можете получить два, пять или даже десять очков. Научное превосходство добивается постройкой зеленых карт и сбором символов. На каждой из зеленых карт изображен один из семи символов. Собрав два одинаковых в своем городе, вы получаете один из жетонов прогресса, что хранятся на главном планшете. В начале игры вы выкладываете туда пять из десяти данных жетонов, так что не волнуйтесь, что вы сможете все науки и знания изучить за одну партию. Данные жетоны дают немедленный бонус игроку, который его получил, и я хочу сказать, неплохой такой бонус. Данный жетон, к примеру, земледелие, дает шесть монет и четыре очка в конце игры. Этот же дает скидку в два ресурса на постройку синих зданий, а этот дает возможность получать деньги, которые ваш противник тратит на покупку ресурсов. И это только вершина айсберга. Теперь хочу сказать немного о раскладке карт каждой эпохи. В первой эпохе вы получаете большой старт, назовем его так, широкий выбор для первого хода. Однако во второй эпохе, где раскладка напоминает перевернутую пирамиду, выбор карт в начале эпохи довольно мал, однако к ее завершению он увеличивается в прогрессии. А вот третья эпоха сбалансирована, и в ней вам приходится выбирать из небольшого количества каждый раунд. Если же ни военное, ни научное превосходство по ходу игры не было достигнуто, то победитель будет определен в гражданской победе. Вам будет необходимо сложить все ваши полученные победные очки по ходу партии. С военного трека, с ваших карт с символами победных очков, с карт гильдии, с чудес света, с жетонов прогресса, а также за каждые три монеты на конец игры вы тоже получаете по одному очку. У кого меньше этих очков, тот и лузер. Игра 7 чудес дуэль предлагает нам баланс и атмосферность старшего брата, однако в новой оберке с некоторыми новыми фичами. Покупка ресурсов в неограниченном количестве – это отличная идея. Можно всегда покупать материалы, требующиеся вам для строительства, в неограниченном количестве, однако, конечно, и цена на них иногда бывает заоблачная. Вместо сбора сетов зелеными картами вам достаточно набрать две карты с одинаковыми символами, и вы получаете какой-то бонус. Причем сразу же. Это отлично стимулирует игроков на сбор научных карт. Военная линия также стала большой частью игрового процесса. Теперь нельзя просто забиться в уголку и надеяться на мирное решение проблемы. Все в этой игре решается огнем и мечом. И бонусы от данных действий также довольно ощутимы. Как на меня, минималистические иконки в стоимости карт намного удобнее, чем полное название, что были всем чудес. Так что за это отдельный плюсик от меня. В этой игре также есть простор и возможности для внедрения большого количества дополнений. К примеру, тех же лидеров, которые будут помогать игрокам в каждой эпохе. В общем, игра 7 чудес дуэль предлагает нам новый опыт по сравнению с игрой 7 чудес. Предлагает опробовать новые стратегии, направления, уловки для выявления самого сильного города, самого сильного государства, пусть и не во всем мире, но по крайней мере в вашем кругу знакомых и друзей так точно. Это все, что хотел рассказать про игру 7 чудес дуэль. Кому понравится это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами был Бивер и настольные игры. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok